готовы отпаренные стельки теперь нам нужно сделать шаблон берем лист бумаги любой и выбираем я обычно так делаю я выбираю ту стельку который мне больше всего нравится вот я выбираю левую стельку она как-то вот больше не нравится по ней я сделаю шаблон и соответственно правую стельку потом когда я буду наносить ее на резину я уже могу полностью ее сформировать с точностью как и левую стельку то есть она мне будет точно такой же формы лист бумаги прикладываю на лист бумаги стельку хвостики эти все можно скрятать использую либо шило но если использую шило то подстилаю что нибудь мягкая под этот лист бумаги в данном случае у меня тут ненужные бумажки есть чтобы шило хорошо проходила и оставляла понятный след либо использую ручку либо пастик от ручки и каким образом делаю шаблон я не обвожу стельку я делаю вот у нас есть косичка окантовочная и вот в этих промежут промежутках между столбиками и верхней косичкой окантовочной я делаю пометочки вот сейчас шилом почему мне этот метод больше нравится тут главное можно сделать центр чтобы зафиксировать если что и проверить потом не съехала ли у нас форма которую мы пытаемся перевести на бумагу почему делаю так потому что подошву у меня будет приклеиваться по задним перемычкам последнего ряда то есть вот эта косичка окантовочная она не будет находиться на подошве резиновой и когда я буду обвязывать нижней обвязкой то нижняя обвязка у меня будет параллельно стильки резиновой подошве вернее и будет смотреть на лицо ну во время обвязки вы увидите как это все происходит если же мы сделаем просто обведем стельку и сделаем подошву по захватывая окантовочные вот эти косички то тогда обвязка у нас будет смотреть в сторону то есть она будет прилегать к резиновой подошве немножко ее прикрывая ну мне такой вариант ну он в принципе неплохой да ну как то вот он мне не очень нравится мне нравится когда у меня окантовка обрамляет подошву сейчас я доделаю вот здесь этот шаблон и покажу вам как выглядит обвязка когда ее делаю именно вот по такому способу создания шаблона . если где-то допустим косичка у нас не расправилась при обработки влажным то можно немножко сдвинуть когда мы делаем шаблон вот образовались дырочки шилом теперь все это я обведу по контуру и будет шаблон вот то о чем я говорила то есть когда у нас у меня косички вот эти вот смотрят ой заходы не приклеены к подошве тогда вот эта третья обвязка тапочек выглядит вот так вот если же мы приклеиваем вместе с то есть у нас контрольная вот это вот последний ряд косичка лежит на подошве тогда у нас подошва вот это вот косичка она будет вот сбоку здесь вот так вот прилежать то есть обрамлять нашу подошву боковой мне нравится вот такой вариант поэтому вот я делаю таким образом обводим то что у нас получилось и вырезаем помечаем что это левая стелька наш шаблон готов это у нас левая стелька поймите это у нас правая стелька чтобы не делать второй шаблон и были одинаковые просто расписываем потому что это нам пригодится чтобы не перепутать при вырезании и теперь этот шаблон нам нужно перенести на микро пористую резину вот здесь у меня есть кусочек мы отмечали что у нас одна стелька левая другая стелька правая поэтому прикладываем сначала для вырезания левой стельки обводим все по кантику а для правой стельки мы переворачиваем на правую где у нас подписано правая и обводим уже правой стороной если перепутаете то у вас получится что будет одна и та же стелька но вот это вот ребристая подошва которая будет контактировать с полом она на второй стельке будет на внутренней стороне обводим стелечки перенесены в принципе можно не помечать где правая и левая тут у нас как бы и так все понятно и теперь мы будем вырезать для вырезания я использую подложку что мы можем повредить царапинами использую канцелярский нож в принципе можно использовать и ножницы но вырезая ножницами у нас по краям будут закусы то есть мы передвигаем ножницы по материалу и у нас будут на микропорке закусы конечно их можно потом зачистить но за счет этого во первых изменится форма может измениться во вторых это очень большой дополнительный труд поэтому лучше все-таки использовать канцелярский нож здесь нужно прикладывать усилия нож желательно держать перпендикулярно чтобы у нас подошва имела нормальный не имела никаких углов или зауживание там расширивание расширение вернее чтобы все было ровненько поэтому стараемся держать нож перпендикулярно к изделию к резине и нажатием вырезаем идем постепенно торопиться не надо на закруглениях тоже желательно обращать внимание чтобы ножик стоял перпендикулярно вот таким образом у нас вырезается подошва продолжаем и встречаемся по завершении вот такие подошвы у нас получились теперь нам нужно обработать края рекомендую использовать на руки перчатки и и вообще дальнейшем при проклеивание тоже нужны будут все таки перчатки для защиты берем наждачную бумагу и смотрим наши края если у нас краешек ровненький красивый симпатичный вот здесь немножечко идет изъян на пяточки видно да неровность мы ее зачищаем наждачкой тем самым сравниваем вот эти все неровности аккуратненько сильно нажимать не надо потому что у нас иначе может измениться форма наша подтираем можно использовать обычную пензу для педикюра грубого помола скажем так так вот скруглили убрали проект недочеты далее смотрим здесь на носочки тоже но обычно так и бывает на закруглениях иногда возникают такие заломчики обработали выровняли вот красиво получился носик чуть-чуть вот и пройдемся по внутренней поверхности нашей подошвы наждачкой чтобы чуть-чуть нарушит вот этот ровный слой для хорошего проникновения клея чуть-чуть прошкурим одна стелька у нас готова одна подошва вернее еще немножечко неровность и со второй подошвы поступаем точно так же за шкурили почистили наши подошвы теперь нам нужно их обезжирить обезжириваем каким-нибудь растворителем вот у меня здесь есть растворитель запах конечно лучше это делать на проветриваем и помещение я это дело просто наношу кисточкой промазываю и боковые части тоже чтобы везде убрать вот эту пыль которую которая образовалась во время работы наждачкой обезжириваем и я их выношу на некоторое время проветриться потому что запах очень сильный работать невозможно и затем приступаю к проклеиванию все готово стелечки наши готовы подошвы наши готовы обработанные и мы приступаем к проклеиванию для приклеивания использую нейритовый клей вот здесь у меня в баночке он имеет вот такую консистенцию но в принципе можно использовать и обычный либо обувной клей который продается либо вот клей момент использовала водостойкий тоже очень хорошо держит тоже очень хорошо приклеивает и при стирке даже без прошивания ничего не отклеивается и все остается на своем месте ну и обычная кисточка изначально извиняюсь за шум у меня включена вытяжка потому что запах очень сильный и мешает работать для начала наносим один слой на стильку ой на подошву аккуратно чтобы не задеть края потому что клей оставляет ну хоть и не ярко выраженные но цветы и на готовом изделии это будет не очень хорошо выглядеть не очень толстым слоем обрабатываем клеем все подошву ничего не упускаем тут очень хорошо в принципе видно где у нас промазано где не промазано клей оставляет на поверхности свет и откладываем в сторону берем стильку которую мы будем приклеивать и с изнаночной стороны также наносим клеем размазываем по всей поверхности аккуратно чтобы не было проникновения клея на лицевую сторону промазываем боковые части то есть изнаночные перемычки столбиков вот здесь вот у нас все обрабатываем потому что вот эти именно эти боковые перемычки будут приклеены краю а косичка окантовочная образовавшиеся при вязании она будет над выступать над подошвы над подошвы промазали и можно отложить ее в сторону полученные носочки еще поправлю все и откладываем ее в сторону берем стилечку ой бай которую мы уже один слой на которую мы уже один слой клея наложили и смазываем вторым слоем клея также аккуратно чтобы не задействовать боковые части нашей подошвы наносим второй слой и подождем одну-две минутки и и будем приступать к приклеиванию ждем некоторое время и приступаем к приклеиванию как делаю это я я переворачиваю стильку той частью которая которую на которую мы нанесли клей беру подошву и той стороной на которую мы нанесли клей соответственно прикладываю к нашей стильке обращаю внимание на что чтобы приложить ровно так чтобы вот эти вот изнаночные перемычки они лежали на подошве и расформировываю полностью все вот таким образом видите у нас косичка выступает за подошву и дальше продолжаю таким же образом последовательно прикладываю то есть последовательно прикладываю с одной стороны слегка прижимаю и формирую на подошву с другой стороны вот так торопите не надо полностью все проклеили просмотрели по краям вот вот и кладем эту стельку под пресс со второй стелькой производим те же самые манипуляции держим от 12 до 24 часов в принципе у меня было и 8 и 12 часов под прессом высыхало и дальше я продолжала работать но смотрите сами смотря каким клеем вы пользуетесь и по инструкции клея сколько важно держать детали под прессом вот подошвы наши готовы